Вы ждете, когда в духовке приготовится хлеб? Глядя на звезды через кухонное окно, вы задаетесь вопросом, а что если отправить хлеб в космос? И что еще важнее, можно ли его будет после этого есть? Да, это два очень важных вопроса. Обычно, когда дело доходит до свежего хлеба, людей волнует только две вещи. Нужно ли класть на него сыр, и да, как скоро его можно съесть? Ладно, нам нужно сосредоточиться. Как же нам отправить хлеб в космос? Учитывая, что первый космический челнок НАСА обошелся примерно в 49 миллиардов долларов, вряд ли у нас получится одолжить у них ракетный корабль на денек. Наверняка они там тоже заняты чем-то не менее важным. Трудно поверить, что некоторые не воспринимают хлеб так же серьезно, как мы. Но не волнуйтесь, все, что нам нужно, это воздушный шар. Не тот, которым украшают вечеринки с пиццами, сочными котлетами в булочках, сосисками в булочках и то. Получилось слишком много хлеба. Нам нужен не совсем обычный воздушный шар, а именно метеозонд. Метеорологический аэростат специально разработан для больших высот до 38 километров. Он доставляет приборы за пределы нашей атмосферы, чтобы передавать информацию о температуре, влажности, скорости ветра и атмосферном давлении. Один французский метеоролог впервые начал экспериментировать с ними еще в 1896 году. И его работа привела к открытию стратосферы. Интересно, гордился бы он этими воздушными шарами, которые сейчас работают как внеземная служба такси для нашего хлеба? Может быть и нет, но наверняка он был бы в восторге, узнав, что сотни людей по всему миру теперь запускают эти метеозонды для собственных экспериментов каждые 12 часов. Считается, что космос официально начинается с произвольной линии Кармана, которая проходит более чем в 100 километрах над нами. Отправка хлеба на орбиту потребовала бы скорости в десятки тысяч километров в час. Без ракетного корабля, который движется со скоростью 27 с половиной тысяч километров в час, мы не сможем доставить хлеб так высоко или путешествовать с такой скоростью. Ладно, нет так нет, обойдемся без ракеты. В конце концов, есть метеозонд, который доставит нас на треть пути в космос, в область, известную как край космоса. Учитывая, что атмосфера там очень разряженная, а давление очень низкое, это вовсе не такая уж и плохая замена реальному космосу. В любом случае, находиться более чем в 100 километрах от своей еды не может быть хоть сколько-нибудь комфортно. Судя по вашим возгласам, вы понимаете, о чем я. В интернете есть даже видео о том, как в реальный космос отправляли пиццу и что-то еще в этом роде. Так почему мы должны довольствоваться каким-то краем космоса? Многие камеры в этих видеороликах при наблюдении за перемещением объекта используют объектив рыбий глаз. Он преувеличивает изгиб земли по сравнению с тем, как он выглядит на этих высотах, создавая иллюзию, что камера находится ближе к космосу, чем есть на самом деле. Да, с этим разобраться намного проще, чем с вопросом о том, что лучше, пицца или хлеб. Итак, теперь у нас есть метеозонд, к которому мы неохотно прикрепляем наш хлеб. Пришло время отлета. Мы запускаем хлеб в небо и вытираем слезы, наблюдая, как он исчезает за облаками. По сравнению со скоростью ракеты, наш метеозонд плетется, как черепаха со скоростью около 300 метров в минуту. Хороший способ отвлечься от печали, связанный с отлетом нашего хлеба. Задаться вопросом о том, что может случиться с хлебом во время путешествия. Через два часа наш метеозонд может подняться над облаками, выше траектории реактивных самолетов, пройдя через озоновый слой в стратосфере и достигнув высоты 35 километров или выше. Он выдерживает температуру до минус 90 градусов, а это значит, что лучше иметь под рукой микроволновую печь, если он к нам вернется. Поднимаясь с двух до восьми метров, метеозонд будет расширяться, потому что чем выше он в атмосфере, тем меньше давление воздуха. То, что произойдет дальше, было бы весьма интересным опытом, если бы в результате наш хлеб не подвергался бы риску. Итак, метеозонд лопнул. Наш хлеб начинает спуск с небес. Погодные условия в виде ветра определяют, как далеко от места старта приземлится хлеб, но можно ожидать, что он окажется не более чем в 120 километрах от места старта. Как и в случае экспериментов с метеозондами, к грузу прикреплен парашют, который поможет обеспечить безопасное возвращение хлеба к своему лучшему другу, моему желудку. Говорят, это односторонняя дружба. Несмотря на то, что мой желудок от голода издает животные звуки, теперь у грузу представляют настоящие животные, так как они могут его украсть. Для подобных экспериментов инженеры разработали упаковку, оснащенную GPS и сервоприводом. Она развернется над землей на высоте около тысячи метров. Это защитит наш хлеб от нежелательных мест посадки и представителей животного мира, что увеличит вероятность того, что мы съедим его, если сможем это сказать. На самом деле метеозонды наносят дикой природе больше вреда, чем природа может нанести им. Морские животные, такие как черепахи, часто принимают остатки метеозондов в воде за медуз и едят их. Это вредно для них, учитывая, что компоненты метеозондов содержат резину и аккумуляторную кислоту. Были даже выдвинуты аргументы в пользу того, что испытания метеозондов – это, в конечном счете, еще один вид мусора. Если это видео вдохновит вас попробовать отправить в космос немного еды с помощью воздушного шара, имейте это в виду. Итак, охота началась. Не для диких животных, а для нас. Думаете, нам лучше приготовиться к тому, чтобы остаться без нашего фантастического хлеба, который мы только что запустили на край космоса и который нам предстоит как-то вернуть? Нет, мы не станем этого делать, ведь у нас есть парашют и защитная упаковка. Так что у нас все хорошо, ведь мы заранее позаботились о том, чтобы перед запуском прикрепить к метеозонду радиотрекеры. Они посылают сигнал с местоположением GPS на Землю, который затем наносится на карту, давая нам хорошее представление о том, где нам нужно искать наш хлеб. Технологии – это здорово. И вот настал долгожданный момент. Мы нашли наш хлеб нетронутым, и после мгновений страстных объятий и любовных поглаживаний можно уже откусить кусачек. Но стоило ли оно того? Как он на вкус? И можно ли его есть? Да, можно, но как он на вкус? Надо сказать, не то чтобы очень. Хотя мы и говорили про то, чтобы прихватить микроволновую печь. Хлеб полностью замерз из-за пугающих температур во время его путешествия. Середина хлеба до сих пор ледяная. Но прежде чем мы сможем это понять, мы заметим, что хлеб теперь не отрывается, как обычно. Вместо этого он просто отламывается, словно это часть ветки. Даже слышен характерный треск. Теплого и мягкого хлеба больше нет. Можно оставить его на десерт на случай, если у вас закончится мороженое. С другой стороны, лучше его просто выбросить. Тем не менее, все равно здорово, что мы смогли отправить хлеб на край космоса. Прежде чем потерять сознание от голода, нужно сбегать в магазин, чтобы купить еще свежего хлеба, который мы уже точно не будем отправлять в космос. Да, и пожалуйста, расскажите нам в комментариях о том, какую еду вы бы хотели отправить в космос. Спасибо.